Да, это время биткоина. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Это первое видео в 2019 году. Надеюсь, вы еще живы. Сегодняшнее видео можно смело называть перемоткой времени. Один год биткоина в одном видеоролике. Кстати, можете писать в комментариях, какое событие в 2018 году вы считаете наиболее значимым для криптовалютной индустрии. Начнем с того, как подводят итоги 2018 года средства массовой информации. Обзор года 2018. Январь. Цена биткоина упала после забега в декабре. Думаю, это вообще не стоит комментировать. Все мы знаем, как сложилась ситуация в 2018 году. Все, кто холдили криптовалюту, потерпели значительные убытки в долларах США. Тем не менее, в этом году я тоже собираюсь оставаться холдером. Потому что один биткоин всегда будет оставаться одним биткоином. Февраль. Около половины ICO потерпели неудачу в привлечении средств. Неудивительно, ведь медвежий рынок в прошлом году был невероятно беспощадным и по отношению к ICO. В этом месяце мы наблюдали за саммитом Большой Двадцатки, итогом которого стал вывод. Криптовалюты не опасны для мировой экономики. Очень хорошая была новость. Апрель. Крупнейшая в мире фондовая биржа NASDAQ объявила, что открыта к тому, чтобы стать криптовалютной платформой на регулируемом рынке. Это было впервые, когда эта крупная биржа публично высказала прямой интерес к криптовалюте. Май. В этом месяце мы помним большую манипуляцию рынка с помощью фейковых новостей от Goldman Sachs. Июнь. Facebook отменил запрет на рекламу криптовалют, который действовал последние полгода. А в июле Google запретил рекламу всего, что связано с криптовалютой. Август. SEC отклонила 9 заявок на открытие Bitcoin ETF. Вы об этом наверняка помните. Свои отказы комиссия аргументировала потенциалом сильнейших манипуляций после запуска ETF. Кстати, об этом я тоже снимал видео, в котором высказал свою точку зрения, почему ETF и фьючерсы для биткоина не полезны. Впрочем, я думаю, что в первой половине 2019 года вся эта затянувшаяся регулятивная возня с ETF наконец-то закончится. И мы получим какой-то готовый продукт, что будет вполне себе закономерно. Сентябрь. Google передумали и частично сняли запрет на рекламу криптовалют. А в октябре мы отмечали годовщину белой бумаги биткоина. Ноябрь – это начало хэш-войны после хардфорка Bitcoin Cash. Войны, которая очень негативно отразилась на рынке криптовалют. Войны, в которой обе стороны не жалели запасов биткоина для победы. Но даже несмотря на то, что хардфорк Bitcoin Cash спровоцировал такое падение цены биткоина, я не считаю, что этот хардфорк был самой большой угрозой для него. Гораздо более угрожающим был хардфорк самого биткоина, когда появился Bitcoin Cash в августе 2017. На самом деле, теперь я даже чувствую себя более комфортно, ведь в долгосрочной перспективе это даже хорошо. Декабрь. Большая двадцатка решила регулировать криптовалюты в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Какой вывод? Хорошая статья, но, конечно же, она не охватила весь криптовалютный фронт в 2018 году. Посмотрите на эти курсы. Вы согласитесь со мной, если я скажу, что на тот момент криптовалюты были явно переоценены. 17 тысяч долларов за биткоин, 1100 долларов за эфир и почти 3000 за биткоин кэш. Да, когда-то этот хардфорк стоил очень дорого. Пролистаю дальше и скажу, что это какое-то безумие. Хотя, честно говоря, я не думаю, что этот день станет последним, когда мы видели такие цены. Если же посмотреть на актуальные курсы, почти такие же. За 9 месяцев прошлого года с биржи кошельков было украдено криптовалюты на сумму почти в 1 миллиард долларов. И это абсолютный рекорд за все существование криптовалюты. Причем самым масштабным взломом можно назвать ограбление японской биржи Coincheck. Тогда злоумышленники увели полмиллиарда долларов со счетов клиентов биржи. Это была какая-то жесть. Не забудем и о давлении властей разных стран на криптовалюту. Более того, война шла не только внешняя, но и внутренняя. Самый яркий пример – конфликт внутри биткоин кэша. Угрозы и оскорбления внутри лагеря и правительство с банками за лагерем. Конечно же, не обошлось и без мошенников. Журнал Wall Street провел исследование, изучив более 3000 ICO. И выяснил, что 16% из них – это плагиаты мошенничества. Но в этом случае падение рынка криптовалют неожиданно предстало в позитивном свете. Эра мошеннических ICO закончилась. Ведь обвал рынка привел и к тотальной очистке. Все те люди, которые, не разбираясь, запрыгивали в этот паровоз, покинули его критикам на радость. Критикам, которые за 2018 год похоронили биткоин 90 раз. Биткоин – это ходячий мертвец. А самый главный криптоскептик Нориэль Рубини начинал с биткоин пузырей, а закончил критикой внешности криптоэнтузиастов. В такие крайности впадать уже неприлично. Хотя есть и обратная крайность. Крипто-фанатики будут покупать биткоин даже с отрицательной стоимостью. Крики о смерти всегда сопровождают новые технологии. Да и старые тоже. Ведь тот же Apple постоянно кто-то убивает. Для людей, вложившихся на верхах, падение 2018 года может показаться предсмертной агонией. Но тогда почему традиционный бизнес и даже власти некоторых стран уже признали криптовалюту? И даже видят в ней спасение. После падения рынка доткомов, интернет не закончился, а возродился в новом амплуа. Теперь мир без интернета представить просто невозможно. 2019 год не станет акцентировать свое внимание на курсах криптовалют. Он обратит его на криптовалютные продукты. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»